Я не могу это говорить, я очень плачу. Она очень хотела подготовиться к интервью, но не смогла написать больше одного листа скромного блокнотика. Не потому, что память подводит, напротив, Нелли Григорьевна слишком отчетливо помнит все. Ребенок выскочил, ну вот как я сейчас понимаю, может быть год было, может быть полтора, может быть меньше. И немец вместе с овчаркой разорвали этого ребенка. Вели на расстрел, яма дышала вся, потому что люди же были недобитые. И глубокой ночью или машина, или что, шла и утрамбовывала людей. До нашей ямы еще не дошло, это все везение. Мы с мамой выползли. Слово везение она произнесет еще не раз. Рассчитывать на свои силы в гетто было просто бесполезно. О каких силах речь, когда измученных людей мало того, что не кормили, кроме тех, кого гоняли на работы, так еще и расстреливали без всякого повода. Но погибнуть в то время пятилетняя девочка могла и от рук своих, когда пряталась от немцев вместе с соседями. И это бы поняли. Когда я плакала, меня начали душить. Положили подушку. Одна женщина подошла и говорит, ты будешь плакать? Я говорю, нет. И так я осталась жива. У нее сохранилась единственная фотография с мамой тех лет. Но есть и кадр, оставшийся только в памяти. Семья, погибшая на ее глазах. Родные, благодаря которым она и осталась жива. Моя мама сказала двоюродной сестре, Ася, подними проволоку. Мне все равно. Мы спаслись с мамой. Там убили бабушку и маминых сестер. И ту, которая подняла проволоку. Боль. Боль как-то внутри сидит. Иногда даже так вот просыпаешься. И ни с того, ни с сего, знаете, начинает вспоминаться. Каждый раз, когда сюда вот приходишь, к этой яме, это тоже удар, как говорится, по сердцу. На этом месте расстреляли пять тысяч узников гетто. Людей, которые в последние секунды закрывали собой детей. Которые и в последние секунды надеялись. Яков Владимирович так и не сможет прикоснуться к бронзовому символу последнего пути. Жить в то время человека вообще было на копейки. А в гетто евреи просто ради баловства мог их пристрелить. Отец был в подполье, а маме вместе с маленьким Яшей пришлось хоронить его младшего братика. Погиб во время очередного карательного погрома. Пыткой была ежеминутная угроза смерти и даже запах, который, казалось, мог убить уже умирающих от голода людей. Ветер сюда наносил вот этот запах хлеба. И днем, когда люди там, которые оставались, это с ума сводило многих. Просто с ума сводило. Помните этот запах сегодня? До сих пор помнится. Не только минских евреев, а также нацисты сгоняли сюда евреев с ближайших населенных пунктов, а также 7 тысяч депортированных евреев с Рейха. В общем числе до 100 тысяч. По разным оценкам от 80 тысяч до 100 тысяч. Территория гетто, обозначенная на немецкой карте, постоянно уменьшалась. Тех, кто не умирал от голода и холода, отопления не было, расстреливали, в том числе и просто, чтобы освободить жилплощадь для оккупантов. Но потом и это стало слишком накладно. Те евреи, которые прибывали в 42-м году 14 транспортов, они уже не размещались на территории гетто, как те, которые были привезены в 41-м году. Их сразу с Минска-Товарного вывозили в день приезда и сразу всех расстреливали на этой поляне, в Благовщине. На этом месте лежит мой родной брат. Ему было всего 16 лет. Кроме первого погрома, здесь лежит все где-то. Я их знала почти всех в лицо. Мемориальный комплекс «Тростенец» для Фриды Рейзман – место, где она как может, но сдерживает слезы. Ведь в том страшном детстве малыши отучались плакать раньше, чем начинали говорить. Я завидовала кошкам, я завидовала собакам, что они могут через проволоку пролезть, а я – нет. Фрида Вульфовна рассказывает, как оставшиеся в живых собрали малышей-сироты с большим трудом на территории гетто, организовали детский дом. Теперь это воспоминание – одно из самых страшных. Мама, когда побежала туда, в детский дом, я за ней. Все дети были зарезаны. Они даже их не стреляли. Они просто резали этих детей. И услышала мама писк. Она нашла девочку. Спасение еврейского ребенка могло стоить жизни всей семье. Но мама Фриды все же укрыла девочку. А ее первую кроватку в новом доме помог соорудить тот самый брат, с которым Фрида перед расстрелом так и не успела попрощаться. Я живу этим все годы. И время, оно ни о чем не говорит. И я уже в самом преклонном возрасте, а я не понимаю до сих пор, как может человек так обращаться с человеком. Их не просто пытались уничтожить. Каратели заранее расправлялись и с памятью. Чтобы людей не могли похоронить по-человечески, трупы выкапывали, сжигали и утрамбовывали бульдозерами. О том, что хоть кто-то сможет выжить в аду гетто, никто, видимо, и не думал. И уж тем более, что и спустя 75 лет к ним будут приходить как к живым. Ольга Осадча, Ксения Каневцева, Александр Автухов и Дмитрий Буй. Контуры.